доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии пятницы с заключительным торговым дне этой недели впереди выходные я уверен то что в связи с этим настроение оно уже пятничное уже лучше опять же чем на серых путнях я рекомендую советую друзья как и всегда провести их максимально хорошо в понедельник мы снова с вами заступаем на трудовые рабочие трейдерские сессии я буду для вас записывать контент и очень рассчитываю надеюсь то что этот контент помогает вам вместе со мной анализировать рынок и принимать с этим торговые решения не забывайте друзья чтобы быть в курсе всего контента который появляется на нашем канале достаточно просто подписаться на него вы будете получать в этом случае все уведомления также не забывайте оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и ставить лайки большие пальцы низкий всем поклон тем кто собственно это делает находит несколько секунд чтобы кликнуть именно на лайк друзья давайте подведем итоги вчерашнего дня что у нас сейчас на рынке нефть 31 50 котировки бренда я признаюсь очень рассчитывал на то что мы до экспирации июньских фьючерсов по а нефти это собственно уже 20 мая произойдет не улетим на локальные максимумы которые были зафиксированы еще неделю назад но вот рынок все-таки там где есть я повторюсь что если какие-то фундаментальные предпосылки но наверное только лишь с натяжкой потому что сейчас рост нефти он лишь опирается на оптимистичные предположения того что мировая экономика благополучно выберется из-за той ситуации в которой оказалась из-за последствий пандемии я такого оптимизма не разделяю поэтому привык работать с фактами факты на данный момент в виде статистики указывает на то что второй и третий кварталы двадцатого года могут быть очень болезненными для мировой экономики но возможно был все таки локальный фактор роста для котировок нефти это вчерашнее заявление главы международного энергетического агентства фатиха бироля который комментируя общую ситуацию на рынке нефти отметил то что баланс восстанавливается и текущих усилий стран опек плюс плюс которые начали активно сокращать производство нефти в принципе достаточно чтобы сбалансировать рынок дальше тоже я не разделяю такую точку зрения такое ощущение что она опять же всю секцию энергетики мировую экономику в том числе и фатиха бироль смотрит сквозь розовые очки я вижу кучу этих экономических рисков и опять же если вам не особо интересна моя точка зрения не забывайте про комментарии джерома павла который в своей оценке очень объективен так вот он четко прокомментировал ситуацию относительно того что восстановление американской экономики будет очень продолжительным очень болезненным потому что сейчас сша да и в целом мировая экономика находится вот такой рецессии которую не видела со времен второй мировой войны поэтому в отношении рынка нефти я буду ориентироваться на экспирацию июньских фьючерсов то есть буду держать те короткие позиции которые еще сохранил после последнего нисходящего ралли и сейчас верю опять же в то что рыночные настроения все-таки будут ближе к реальности и будут учитывать те факторы неопределенности которые сейчас позволяют нам говорить о подавленном спросе на нефтянку риски вселения торговой напряженности в отношениях между сша и китаем я глобальной экономической рецессии который был уже принципе сказано много поэтому короткая позиция остается приоритете индекс доллара стоит 3 сейчас мы видим терминалах high 159 я полагаю то что американская валюта будет дальше постепенно расти удержится выше сотки если даже будет проход ниже только не продолжительный потому что пау придал тот самый импульс для роста доллара который был ему необходим отметив то что отрицательные процентные ставки на которые очень сильно рассчитывали тех кто хотел активно продать и заработать на снижение курса доллара отрицательных ставок введено не будет и повторюсь и паул аргументировал свою позицию тем что ни к чему эти меры не привели ни в японии не в еврозоне где очень долгий период времени действуют эти отрицательные процентные ставки и паул отметил что безусловно отрицательные минусовые ставки это очень серьезный тормоз для развития банковской индустрии а кто знает может быть сейчас опять же когда мировая экономика будет восстанавливаться именно на банке будет надежда на интенсивное последующее калитование чтобы они смогли поддержать и будущих и рост хочется отметить отдельно комментарий уже трампа на выступление джерома паула в частности сегодня я даже одной из фраз вынесся в заголовок брифинга то что сильный доллар это великая вещь это прямой дословный период того что было сказано трампом частности он отметил что именно сильная американская валюта и обеспечить необходимое восстановление после того как все-таки удастся выйти из последствий пандемии коронавирусной инфекции сегодня в 15-30 данные по рыночным продажам я не считаю что рынок бурных отреагирует на этот отсчет но я рекомендую обратить внимание на этот релиз точки зрения того что еще одно подтверждение слов паула о том что текущая экономическая ситуация в плане спада она беспрецедентна это также может усилить спрос на защитные активы на доллар и на золото которое мы в принципе покупаем связки и золото сейчас кстати растет друзья у нас на вебинаре были скромные цели на эту неделю 1715 мы их сделали для вас я давал ориентиры повыше 1750 х и вчерашнего дня 1736 я думаю что мы точно сможем добраться до этого значения bitcoin 9500 практически вот накануне мы добрались до десятки я думаю что при таких темпах через неделю для нас 10000 по нему будет уже реальности нужно будет ориентироваться на значение повыше евро против доллара 10806 как уже отмечалось если мы не приблизимся к отметке 107 в рамках недели то в пятницу то есть сегодня нам должны помочь данные по темпам экономического роста ввп германии еврозоны которые выйдут в 1200 посмотрите на прогнозы ожидаются очень слабые отчеты которые могут стать еще одним аргументом для европейского центрального банка наплевать на ограничение бундесбанка инконституционного суда германии который пытался ограничить возможности cb по стимулированию все-таки в ходе следующего заседания уже анонсировать дополнительные меры экономической поддержки поэтому ждем 107 фунт против доллара здесь постепенно друзья мы все ниже и ниже и все ближе к поддержке 120 я надеюсь что те кто находился в коротких позициях вместе со мной уже для себя приняли решение уровень 1.22 который мы тестировали достаточный для вас то есть если вы переживали за то что британская валюта могла вырасти то тогда друзья вам нужно фиксироваться потому что коррекции могут быть и если на этих коррекциях вы начнете терять деньги вина будет только на вас а я привык такой ситуации рисковать буду удерживать сел до отметки 120 тем более что после последних отчетов совершенно очевидно что на июньском заседании банк англии повысить программу количества смягчения как минимум на 100 200 миллиардов фунтов и в идеале даже анонсирует введение отрицательных процентных оставок и в ходе вчерашнего выступления были мы получили тому подтверждение друзья был вопрос по поводу австралийца что с ним делать я предлагаю сделку с уровня целлимит с уровня 0 64 80 и предлагаю опираться на последние слабые данные по рынку труда уровень безработицы вырос до 6 2 процента это как раз возможности также в ходе последующего заседания получить более мягкую риторику от руководства банка австралии поэтому австралийца будет снижаться в том числе и гонимы еще укреплением доллара на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания